Оро Призывающий. Некромант города Москва. Часть первая. Пробуждённый. Пролог. Будильник выхватил меня из сна, как ему и было положено, в половине седьмого. Достаточно рано для того, кто хочет выспаться, но в самый раз для того, у кого по горло дел. Снов я к тому моменту не видел. Только блаженная чернота и ощущение расслабленности. За окном всё ещё было темно. Четвёртый этаж обычной хрущёвки открывал вид на обшарпанный двор, знакомый как свои пять пальцев. Рассматривать его не было никакого удовольствия. Да и некогда. Сегодня в рейд. В первый рейд в моей жизни, если быть точнее. И я волновался. Как волнуется каждый прилежный первоклашка перед походом в школу. Уже скоро я увижу врата. Почувствую то, что когда-то почувствовал отец. Так воодушевляла меня, конечно же, не жажда знаний, а скорее жажда денег. А ещё точнее. Необходимость. Потому что жаждой это можно было назвать лишь в самом прямом смысле слова. В том, в каком испытывает жажду умирающая от обезвоживания. Этот мир совсем не бесплатен. И дармовщинкой раскидываться не любит. Хочешь есть? Плати. Нужна одежда? Плати. Крыша над головой? Тоже плати. И это, если не считать нашей сестрой главной проблемы, долга, оставленного отцом. Отец умер год назад. Я тогда был ещё несовершеннолетним. И взыскать долг с меня было нельзя. Однако месяц назад случился мой день рождения. И теперь те большие ребята, которым он задолжал денег, навязчиво интересовались. А уж не собрался ли я платить по папиным счетам? Жизнь охотника прибыльна. Это многие знают. Эти самые многие, привлечённые большими деньгами, идут в рейды. И вот только тут начинают понимать, что всё не так просто. Рейды — это ещё и большой риск. И я сейчас не про риск быть убитым, сожранным какой-нибудь тварью, разорванным на куски или обращённым в камень. Это подразумевалось само собой. Просто не каждые врата могут покрыть хотя бы то, что было на них затрачено. Да, траты. Врата и рейды — это тоже бизнес. Хочешь много получать от своей профессии? Сначала много вложись. Оружие, расходники, эликсиры и тренировки — лишь малая часть. Хочешь попасть в те врата, откуда можно вынести легендарный артефакт, а не жалкую горстку кристаллов? Плати. Плати за информацию. Плати за бронирование. Плати за то, чтобы тебя не обманули, подсунув пустышку. Большие расходы — это вторая причина, почему искатели прогорали. Но чаще всего они просто умирали или оставались калеками. Ну и лекари. Думаю, очевидно, почему они ценились на вес золота. Получить при пробуждении класс лекаря — это то же самое, что родиться с золотой ложкой во рту. Например, мой отец был простым бойцом и охотником старой закалки. Он застал появление самых первых врат. Он же был и в числе первых искателей, ступивших за их порог. Разумеется, я видел, в каком состоянии он возвращался из рейдов. Не всегда бывали и удачные дни. Однако со временем тратить приходилось все больше. Доход становился все меньше, а на теле прибавилось увечий. Все деньги уходили на лечение и подготовку к следующему заходу. Он работал, но зарабатывали другие. Недаром ведь говорят. Во время золотой лихорадки продавай лопаты. И так, пока однажды все это не закончилось. Он не вернулся. И оставил нам с сестрой огромный невыплаченный долг и эту квартиру. И, разумеется, свой меч. Он лежал всю эту ночь у изголовья моей кровати. Уж его я точно не забуду взять в рейд. Скачив с кровати, я первым делом схватился за меч. Да, выглядел он весьма внушительно. Пожалуй, лучшее, что было у отца. Любуя с собой в зеркале, я принял героическую позу. Хм. Наверное, лучше сначала надеть что-то, помимо трусов и тапочек. Ну и еще раз проверить все необходимое. Меч мечом, но в рейд нужно взять и много всего другого. Спички и фонарик, компас, маленькую персональную аптечку. Кто знает, в какой момент группа разделится и придется выживать одному. Я вспомнил легенду о бесконечном гейте. Якобы группа ступила во врата, а коридор все ветвился и ветвился. Разумеется, они разделились. И разумеется, они заблудились и бродят там до сих пор. Не в силах отыскать друг друга или ту единственную комнату, где открывается босс. Или вот другая легенда. Она рассказывала о пареньке, который через врата попал в другой мир. Из которого нельзя выбраться, пока не станешь его повелителем. Безумцы говорили, что оттуда однажды выйдет он, сатана, верховный повелитель демонов, переживший десять тысяч лет сражений и девять тысяч кругов ада. Я в это все не верил. Ведь это обычные байки, которых за время существования врат образовалось огромное множество. Но гейты в виде ветвистых пещер, как в первой легенде, редкостью не были. Поэтому каждый искатель обязан был иметь при себе минимальный набор для выживания. Аптечка, сухпайок, фляжка. Кстати, о фляжке. Ее ведь надо наполнить. И лучше сделать это сейчас, пока не забыл. Я распахнул дверь из спальни и выглянул наружу. Хоп-па! На кухне раздавались шаги. Быстро впрыгнув в штаны, все-таки мы уже не дети, я просунул голову в дверь. «Руся, ты чего тут?» – поинтересовался я. «Время видела. Тебе еще спать да спать». «Олег, не тарахти!» – отмахнулась сестра. «Ты же не думал, что я тебя отпущу голодным?» «Будешь спать на уроках? Я потом обзванивать твоих подруг и спрашивать, что задали, не буду». Пригрозил я. Блин. Ругать ее серьезней язык не поворачивался. Скорее он заплетался от запаха горячего омлета. Однако сначала дела. Я наполнил фляжку из чайника. Сырая вода никогда не была полезна для здоровья, а с появлением врат стало и вовсе опасно. Как бы искатели не старались зачистить гейты, что-нибудь обязательно выскользнет. А подводные гейты опаснее всего. Их сложнее зафиксировать и зачистить. Так что где гарантия, что в воде из-под крана не плавала какая-нибудь слизкая ядовитая хрень? Врата, гейты, разломы или же подземелья. Как только не называют это явление. Как я уже говорил, оно – золотая лихорадка 21-го столетия, но одновременно с тем – главная угроза человечеству. Нет ни единого клочка земли, где можно было бы не опасаться их появления. Моря и океаны уже давно утеряны. Их населяют мифические твари, вроде кракенов и водных драконов. Ушло время, когда водную гладь рассекали лишенные вооружения торговые суда. Теперь в дальнее плавание ходят лишь линкоры и военные эскадры. Ушло время, когда в лесу ты боялся бы лишь волка или медведя, а в городах – человека. Сейчас наступила эпоха хаоса, и это лишь малая часть того, что находилось за гранью врат. Если врата вовремя не закрыть, те начнут извергать скверну. С тварями, такими, какими их рисовало больное воображение людей в средневековых бестиариях. Боялся ли я сейчас, зная, что каких-то несколько часов и мне предстоит столкнуться в бою с этими самыми тварями? Думаю, да. Но деньги, деньги, чертовы деньги. Наверное, был и другой способ заработать их. Медленный и скучный, а может, грязный и утомительный. Не виси на нас долг, я бы никогда не пошел по стопам отца. На жизнь бы как-нибудь деньги нашлись, да и не будь со мной Руси, я бы тоже был спокойнее. Но вот она. Я поглядел на сестру, хлопочущую у плиты. Блин, чем она таким посыпает омлет? Что это? Перец? Соль? Сахар? Надеюсь, не разноцветная посыпка для кексов? Да, если с ней что-то случится, я себя не прощу. Так что нужно брать отцовский меч и... Впрочем, я ведь не собирался идти по его стопам в точности той же дорогой и заканчивать жизнь так же, как и он. Черт, к чему вся эта драма? Монстры, гейты... Да, я увижу их, но я нанялся всего лишь носильщиком. Десяток крепких опытных искателей будет зачищать подземелья, применять боевые заклинания и сражаться с тварями из иных миров. А я... Ну, я просто буду нести их снаряжение. Не слишком почетная работа, согласен. Зато уже к вечеру я буду с деньгами. Не с баснословной суммой, конечно, но на ближайшее время должно хватить. «Тебе чай или кофе, Олег?» — уточнила сестра, доставая кружку. «Давай сегодня кофе», — ответил я. «Энергия мне сегодня понадобится. Как там в рекламе? Заряд бодрости на весь день?» «Заряд борзости!» Руся грохнула передо мной тарелку с омлетом и вилку. «Меньше запоминай всякую чушь!» Я не ответил, принявшись за еду. «Омлет отличный. Подгоревший слегка, конечно, но, с другой стороны, у меня бы он сгорел целиком. Ел я быстро, с аппетитом и не теряя ни крошки. И только когда омлет закончился, заметил, что Руся смотрит на меня в упор. Смотрит странным взглядом. «Черт! Вот только рефлексии мне сейчас не хватало, а!» «Сестра», — напомнил я, — «папа ходил в рейды не одну сотню раз, а, может, счет шел и на тысячи. Кто считал? Долгие годы ему везло». «А не повезло всего один раз», — с упрямым отчаянием заявила сестра. «И что, от этого стало сильно легче?» Я нахмурился, глядя на нее. «Что тут скажешь? Человек волнуется, вот и говорит всякое». «Руся!» — вздохнул я. «Мне вовсе не обязательно лезть в бой. Я просто носилщик. Могу стоять в стороне, в безопасности и ждать». «В безопасности?» Руся вскочила, едва не опрокинув табуретку. «Какая безопасность во вратах, Олег? Ты с ума сошел, что ли? Включи телевизор. Посмотри, сколько ежедневно передают репортажей. Там убили искателей, там вырвались и пострадало население. Здесь...» Я покачал головой. «И это я запоминаю всякую чушь. Лучше запоминай лозунги из рекламы, чем это. Кстати, что там с кофе?» Руся обернулась и, взвизгнув, бросилась к плите, на которую уже изливался ароматный черный напиток. «Из дома я вышел бодрым и оптимистичным. Хорошо, когда есть кого успокаивать. Сам начинаешь верить в то, что все хорошо. Но волноваться ведь действительно не о чем, так? Нескаранговые врата, невысокий риск, опытная команда, за спиной у которой уже десятка два-три гейтов. И я тащу рюкзаки за ними, а потом получаю свои деньги. На метро, оттуда на автобусе. Ехать надо было за город. Нужные врата открылись далеко. Еще пройтись придется. И слава всем богам! Еще не хватало лишних врат в черте города. Хотя такими разломами все равно занимаются исключительно государственные службы». Я вышел из автобуса. И сразу заметил группу людей с рюкзаками. От обычных туристов они отличались, наверное, оружием, висящим за спиной и на поясе. Мечи, секиры, кинжалы. Махнув рукой группе, я направился к ним. Ум. Продолжение следует...